Здравствуйте, дорогие друзья! Коротенькая демонстрация действия линзы Фринеля на зле. Вот стоят два одинаковых зла. Уже очевидно, какое из них слепит, какое не так слепит. И сейчас продемонстрируем поблизости. Вы сами поймете, на каком стоит линза Фринеля, на каком не стоит. При этом световой поток не уменьшается. Это все первые версии. Сейчас нажми и долго держи на кнопку, чтобы свет выключился у тебя. Вот это сейчас светит, получается, левая Z. Сейчас я ее... Сейчас ты включишь свою, давай. Надеюсь, вам видно. Друзья, сейчас я выключу свою. Вот сейчас светит только правая Z. Включаю свою. Видим, да, насколько граница выше и насколько она больше слепит людей. Выключай свою, держи долго, да? Это включил, да? Это включил. Я свою выключаю. Выключил. Сейчас у нас правая с линзой Фринеля. Сейчас включаю свою. Видите, да? Чтобы убрать за свет пешеходов... Держишь? Я сейчас отпущу. Твоя включена? Нет. Нажми сейчас включи. Чтобы убрать за свет пешеходов, прекрасно справляется линза Фринеля с этой задачей. Попробуй их обе развернуть в мою сторону. Они стоят на одинаковом уровне. Надеюсь, вам хорошо видно. Константин, держу на уровне груди сейчас телефон. Могу поднять сюда. Вот выше головы. Могу опустить сюда на уровень колен. С уровня груди. Вот у меня метр восемьдесят. Надеюсь, вам хорошо все видно. Спасибо, Константин. Я об этом даже не думал об этой линзе Фринеля. Сейчас, я надеюсь, друзья, вы увидите. Так, выключаем ее. Чтобы было видно, что она установлена. Вот она просто наклеена. А как она наклеена? По периметру ты наклеил? Да. И вот у меня штатная. И вот она с линзой Фринеля. Светосила не уменьшается. И пешеходов вообще не слепит, получается. Так что, друзья, вот такие лайфхаки от Константина. Все лайки, пожалуйста, ему. Он молодец. Все, пока-пока. Спасибо, что смотрите.